Друзья, всем привет! Вот и сравнение. OnePlus 8 это мой основной телефон. Пользуюсь я ему уже около месяца. Кстати, до сих пор у меня на него нет обзора. Но я не буду делать на него обзор. Я уже сразу сниму опыт эксплуатации. Ну, с малейшими нюансами. То, как я вижу этот аппарат. И второй это Poco X3. Который уже наделал немало шума в интернете. Это, конечно, разные весовые категории. И цена, тем более, почти в два раза. Тоже у них отличается. Ну, и я считаю, что тем и интереснее будет это сравнение. Стоит ли переплачивать двадцатку, а то и больше за OnePlus 8. Либо же стоит просто не париться и взять Poco X3. Ну, что, ребят. Поехали. Давайте, наверное, по традиции начнем с внешнего вида. С материалов корпуса. И какой из аппаратов в руке лежит лучше и ощущается, естественно, дороже. Ребят, ну, здесь, я думаю, ни у кого, пускай не остается никаких сомнений, что Poco хоть в чем-то из этого выиграет. Вообще ни в чем. По материалам корпуса. По тому, как телефон лежит в руке, конечно, OnePlus Poco вообще никаких шансов, ребят, не оставляет. То есть здесь, да, она чувствуется, эта разница почти в два раза, а то и больше. Где-то 22-23 тысячи рублей разница между аппаратами. Это у нас версия на 6.64, а ту версию, на которую я делал обзор и распаковку, я ее удачно уже на авито выставил. Человек приехал, буквально на следующий день забрал. И видите, как ляпается вообще Poco. Пластик все-таки дает о себе знать. Было бы стекло, было бы, конечно же, поинтересней. Ну, и цена тоже держим в уме цену. OnePlus, честно говоря, лежит, ну, вообще, как влитой. Здесь у меня наклеена матовая пленка. Но, ребят, поверьте, его матовая крышка задняя, стеклянная, она тоже оставляет такое очень приятное ощущение. И, честно говоря, я на него в редких случаях одеваю чехол. Не хочется прятать такую красоту под чехол. Просто обклеил пленками. Причем, недорогими какими-то, а купил, по-моему, Чуи на Алиэкспресс. Ну, вот, в этом месте уже начала потихонечку пленочка отклеиваться. Я ее чехлом, кстати, и подцепил. Ну, как говорится, сам рукожоп. Ну, а так вот, сможете посмотреть, как смотрятся эти пленки на OnePlus. Вообще, цвет у него, конечно, очень классный. Ну, давайте, прежде чем дальше мы начнем. Вот, если мы посмотрим на Е-каталоги, это 42 тысячи рублей. Ну, меньше 42, по-моему, нет. И пока, это у нас 20 тысяч рублей за версию 6.64. По-моему, 6.128 от 23 тысяч, если на Е-каталоги. По ихним основным функциям, то, как они себя ведут в качестве звонилки, ребят. Что один, что другой, просто круто. Мне нравится, как из верхнего динамика ты слышишь собеседника и на Poco, и на OnePlus. И также собеседники меня слышат очень хорошо. И запас по громкости есть практически в два раза. Что на этом, наверное, у меня громко стоит процентов на 60, что на этом процентов на 60. То есть, в очень громком месте будет слышно по-любому. Не надо будет там прислушиваться, телефоном водить возле уха, чтобы хоть как-то расслышать. Нет, в этом плане вообще все просто здорово. А вот по лоткам тут есть небольшой подвох у OnePlus. А здесь нету возможности расширить память. И здесь у нас 8, 128, здесь 6, 64, но я могу сюда ставить флешку на 256 гигов и вуаля. То есть, я расширю пространство на OnePlus. И, к сожалению, этого сделать не получится. Да и вообще, какая-то тенденция пошла не в правильную сторону у флангбанов. Чем дороже телефон, тем ограниченнее все эти функции в плане карточек. Блин, вообще какой-то бред сумасшедший. То есть, телефон стоит там за 40С и нельзя туда вставить флешку. А Xiaomi пошли еще дальше, туда еще и симку вставить нельзя. То есть, в Mi 10, пожалуйста, получайте одну сим-карту. В плане уведомлений, в плане звонков, значит, смотрите, какая ситуация. У нас на OnePlus есть кастрированный Always-On Display. То есть, понажайте, вот такая херня отключается. Ну, она настраиваемая. Горит буквально там 10 секунд максимум. Все, больше ничего не горит. То есть, уведомлений вот на заблокированном экране у вас не будет никаких. То есть, когда пришло сообщение, если вы там в ближайшие 5-10 секунд не посмотрели, все, вы в следующий раз можете посмотреть уведомления, нажав на экран. Здесь будет уведомление значков. Здесь же есть индикатор уведомления. Расположен он как раз в верхней решетке динамика. Но, смотрите, тоже не на всем срабатывает. Конечно, думаю, что со временем поправят. Но, пока что вот так есть, как есть. На приложение приходят уведомления. А вот по поводу пропущенных звонков, к сожалению, не приходят никакие уведомления. Так что, пока что ждем обновы на Poco X3. Кстати, пришла одна обнова. Но я не знаю, насколько она улучшила работу системы. Я думаю, что не очень-то пока что и помогает. Потому что Poco, на самом деле, ребят, лагает, ну, как собака дикая. Мне даже показалось, что в первые дни, когда я им пользовался, он лагал меньше. Или просто я уже начал в каких-то моментах сравнивать его с OnePlus. Но все-таки, так скажу, что вот эти 120 Гц, какие здесь есть, да, ну, пока что, пока что, это просто фейк. То есть, они сейчас, ну, реально работают, наверное, я думаю, не лучше, чем в 90 Гц в Realme 6 Pro. То есть, какие-то вот эти новости, видите, что творится? Как шторка, как эта, лагает. Посмотрите, дергается как. То есть, вот эти новости, лента новостей, я не знаю почему, но посмотрите, это вообще какой-то просто капец. И не потому, что не подгрузилось. Посмотрите, сейчас-то все подгрузилось. Все, дергается. Но этот мне, как бы, вариант не нравится. И такая же херня, ребят, творится у нас в Play Market. Здесь у меня 4G, я пока Wi-Fi не включал. Ну, блин, тоже, видите, когда подгрузится, более-менее еще. А вот так, блин, пока что, как бы, не особо система работает плавно. Есть подергивания, есть какие-то непонятные тормоза, анимации. Ну, в общем, скажу так, не все в порядке. Но, смотрите, имеем в виду цену. Двадцатка, сороковка. В OnePlus в этом плане вообще все замечательно. То есть, смотрите, здесь 90 Гц, да? Но, конечно, не будем скидывать со счетов более мощный процессор. Но, опять-таки, 90 Гц и 120 Гц. Давайте я сейчас подключусь к Wi-Fi, чтобы более равноценное было сравнение. Потому что операторы разные. Здесь ростелеком. Скорость не особо на OnePlus стоит мегафон. Здесь нормальная скорость. Так, ну все, я думаю, подключились. Ну вот, блин, что за херня? Вообще непонятно, что это такое. Хотя нет, вроде поплавнее стало. Ну давайте зайдем. Ну, видите, да? Несмотря на то, что подгружена вот эта страничка. Как OnePlus плавненько все работает. Чего нельзя сказать о пока. Конечно, он все равно чувствуется, что здесь не 60 Гц, а больше. Но пока что, пока что работает вот так, как есть. Ну давайте я сейчас зайду вам в настройки, покажу, что у меня здесь действительно все включено на максимум. Ну вот, смотрите, все включено по максималке. То есть 120 Гц стоит. И на OnePlus 90 Гц. Но, несмотря на это, OnePlus даже по системе, в системе как намного, мне кажется, плавнее работает. Ну давайте вот сейчас по настройке полистаем. Может быть здесь будет какая-то разница. А вот здесь, да, ребят, в настройках все-таки чувствуется, что пока, да, поплавнее как-то идет. Да что ты. Ну видите, ну бывает такая хрень. Хотя здесь 240 Гц чувствительность тача, блин, какая-то хрень. Иной раз, по нескольку раз приходится нажимать. Может быть, вам не дело, может быть, я не туда тыкаю. Ну, в общем, вот так вот. Ну ладно, не буду повторяться. Смотрите, значит, пока что Пока по своим 120 Гц желает оставлять лучшего в плане плавности. То есть в чем-то действительно плавно работает вот такой ерунде, как открытие там приложений, его встроенных. Но в каких-то других задачах, в том же самом плей маркете или где-то еще, то есть здесь ситуация у нас совсем другая. Ну вот сейчас подгрузится. Давайте посмотрим, как в Ютубе будет все это выглядеть. Ну, вы знаете, здесь, да, возможно, что нет. Все равно вот какое-то подергивание есть при скролле, блин. На OnePlus такого нету. Да, когда картинка уже начала пролист, блин, ну вот видите, какая-то хрень вообще. То есть плавно и одновременно с этим какие-то подергивания идут, блин, и это как бы раздражает, раздражает. Но я думаю, в любом случае, конечно, будут выходить еще обновления на Пока. Только недавно вышло, только одно обновление на него прилетело. Поэтому я думаю, что в любом случае все это дело у нас поправит. Ну и также не выкидываем из головы то, что здесь 732-й, здесь 765-й. Разница между ними, ну это пропасть вообще, в два раза больше в синтетике набирает 765-й. Ну так же, как и цена между ними, тоже пропасть. Поэтому не будем особо заострять внимание на плавности системы. Что по MIUI, что по Oxygen. Смотрите, значит, какая ситуация. Ой, MIUI. Poco Launcher. Poco Launcher, та же самая MIUI. Разницы я пока что вообще никакой не заметил. И даже больше скажу, мне пока что MIUI 12-й, который я встречал на Mi 10 Lite, мне понравилось больше, чем то, что сейчас есть на Poco Launcher 2. Что касается Oxygen, ребят, на любителя не всем понравится. Сразу скажу, потому что здесь такой голод Android со своими навороченными какими-то там или полу-навороченными примочками. Честно говоря, я сначала даже ладу не дал. Вот найдите здесь эту темную тему сверху. Вы ее хрен найдете, ее здесь нету. Это все надо куда-то в глубину лезть. В то время как на Poco все из шторки включается. Вот темный режим. Все есть здесь. Здесь этого нету. Чтобы отключить вам мерцание, так называемый DC-димминг. Блин, я искал весь день, наверное. Я не знал, что это может быть спрятано в утилитах. Вот здесь. Лаборатория OnePlus. Уменьшение постоянного тока. Ну вот, не знающий человек, он разве додумается искать DC-димминг в утилитах и в лаборатории OnePlus? Я думаю, любой нормальный человек будет искать либо в экране, либо в аккумуляторе, где энергосбережение есть. Все, я думаю, там. А где еще? Ну, чтобы утилиты. То есть, в этом плане, либо перевод какой-то кривой русский, да. Либо что-то еще. Но вот таких вот нюансов поначалу было много. Потом, конечно, приходили обновления, это, конечно, не поправили. И плюс ко всему, я еще привык. Но, скажу так, работает как ракета. Ни лагов, ни подвисаний, ничего нету. Прямо работает. Действительно, вот так вот сказка. И как бы я не ругал OnePlus, до этого у меня был 5-й OnePlus. OnePlus 5 пробыл у меня дольше всех смартфонов. Полтора года я пользовался им. Хотя мне не нравился там звук. Мне не нравился там экран. Хоть там он и был эмолед, там был белый цвет, скорее желтый. Да до хрена мне ничего не нравилось. Ну, а тем не менее, сама Oxygen, или может быть не Oxygen, а то, как они оптимизировали. Там еще, по-моему, 835-й Snap стоял. Телефон работал вообще просто на ура. И камера мне дело прошлое его устраивало. Вот. Ну, поэтому, как бы я и вернулся к OnePlus, захотелось попробовать новинки. Что касается Poco, то я им пользуюсь, знаете, ребят, и не чуряюсь с того, что вот прям после OnePlus не хочется пользоваться Pocophone. Нет, ребят, это совсем не так. Это вообще не так. Несмотря на то, что сейчас здесь есть кое-какие лаги. Но мы можем сравнить в других каких-то сценариях эти два телефона. И давайте, наверное, сейчас послушаем то, как играют внешние динамики стерео. Потому что все обзорщики, все буквально, все трубили, что в OnePlus 7T, 7 Pro, 7T Pro в восьмерках тоже охрененнейший стереозвук. Да, я не спорю, хороший звук. Давайте послушаем, как играет Pocophone на фоне OnePlus. Итак, сначала Poco X3. Так, ну теперь давайте OnePlus 8T возьмем. Мумба, 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 Мумба... Субтитры сделал DimaTorzok Ну, в общем, так скажу, ребят По громкости Примерно знак равенства По частоте Да, скорее всего, тоже Ну, может быть, чуть помягче играет OnePlus Это как-то чуть порезче, может быть, чуть сильнее На ухо давит Но, блин, вот эта пропасть в цене Больше, чем в 20-ку Здесь нет вообще никакой разницы Здесь разница в 10 копеек По звуку из динамиков Poco просто вообще красавчик По звуку из наушников, увы, конечно Poco не может так же похвастаться, как в OnePlus OnePlus играет просто Изумительно в наушниках И громкость, и частота Просто сам, видимо, процессор 865-й У него более такая, наверное, более серьезная музыкальная подоснова Чем в 732-м К сожалению Но все равно, ребят Poco в наушниках за эту цену И даже более дорогие аппараты Такие, как Mi Note 10 Lite Он звучит хуже, чем Poco Poco нормально играет в наушниках Но, если честно признаться OnePlus играет лучше И чище, и мягче, и приятнее И запас по громкости У него процентов, наверное, на 20 Больше, чем в Poco Но, смотрите Значит, у нас Баллы баллами, да Там Этот набирает Больше 500 Этот не дотягивает До 300 чуть-чуть Но давайте-ка мы все-таки Проверим в играх Насколько хорош Poco По сравнению Вернее, наоборот Насколько хорош OnePlus По сравнению с Poco Потому что У нас есть, как бы, явный лидер Это OnePlus 8 Давайте мы, наверное, с него и начнем И начнем И давайте, наверное С Dead Trigger 2 Потому что эта игра поддерживает у нас Высокую частоту Что 60 Гц Прошу прощения 90 Гц И, кстати, я на Poco играл в 120 Гц В прошлый раз Ну, давайте посмотрим Что будет В этот раз Потому что для меня Как бы, уже были такие сюрпризы Когда я пытался Поиграть на Poco В очередной раз В Dead Trigger И Что случилось Я вам во время игры Все расскажу Ну что Запускаем Игрушечку Так Игру запустили Сразу настройки Параметры Показатели Так Очень высоко Максимальный график стоит И 90 кадров в секунду Это то На что способен Laplace Больше, к сожалению Он не способен Все И выше нету Рачики То есть По умолчанию Низко Средне Высоко Очень высоко Оставляем Поехали Потихоньку Что-то еще Сделаем Экран Ребят Конечно На Laplace Это Просто Вообще Сказка Песня Очень Насыщенная Картинка Приятно Смотреть Нет Посыпали Память В ере Песня Все Насыщенное Как Насыщенная Насыщенная как давайте пока мы отложим вам по сторону потише сделаю давайте тоже самую игру запустим на пока тоже сделаю потише и смотрите еще в чем вся фишка вот во время проигрывания музыки вот только что мы слушали музыку казалось что примерно звук одинаковый но почему-то в играх все равно пока может быть за счет того что у него резче звук мне кажется что в играх он ведет себя громче именно именно по громкости не скажу что он настолько же чист как ван пласт но все-таки погромче будет у нас пока именно в играх так параметры показатели так ну вот ведь а вот все 120 кадров в секунду ребят сюрприз был такого плана я не мог поставить 90 кадров сегодня ой 120 ставится 90 и все блин думаешь о такой я же играл уже на 120 играю блин 90 90 блин скидываю игру перезагружая может быть в игре самой баг был ну хрен узнает посмотрите как здесь сильно на пока обрезается вообще то есть на ван пассе смотрите как смотрится у нас игра на ван пассе видите рамки не так обрезаны сильно как на пока на пока прям вообще снизу вообще ужаснейшие рамки не знаю почему так может быть игра еще не оптимизирована скорее всего так ну и насчет дисплея смотрите здесь все тоже круто несмотря на то что это и ps под углами конечно он выцветает это базара нет потому что все таки это и песс матрица и она не самого лучшего качества но насчет яркости ребят здесь поверьте все в порядке да он хуже чем на мэй 20 я в тот раз сравнение делал меня человек поправил в комнатах то что я не показал как ведет себя у экран под наклоном так вот дружище ты был прав под наклоном себя экран ведет не самым лучшим образом и есть потери цветности и общем а пиес не самого лучшего качества на мои 20 лучше но мои 20 и флагмана был изначально а это все таки у нас средний бюджет так ну и ребят смотрите что по самой игре я вам так скажу что на пока мне кажется на пока все таки все таки поплавней то есть само вот это движение сам тач мне кажется даже побыстрее отрабатывает но это опять же это лично мое мнение вы посмотрите и может быть кто игроман что-то там увидит то чего я не вижу потому что я такой игрок что не приведи господь так ну давайте я уберу сейчас его и вернусь в ван пласт да я вот только 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 начал слушайте но действительно в пока плавнее идет плавнее сто процентов здесь как то все очень резко то чтобы это было критично но вот только что поиграв на пока и взяв ван класс в руки я чувствую что на пока по плавнее идет картинка игра вернее в общем ребят вот такие вот дела несмотря на то что красивее и блин поприятнее смотреть на ван класс но вот эти 120 герц видимо работают пока в общем вот так вот ребят я вам скажу что в этой игре пока себя проявил очень даже достойно так ну что а теперь давайте наверное запустим легенды так ну что вошли в игру так настройки так графика стоит авто низкая средняя высокая ультра давайте на ультре попробуем ограничение фпс 30 60 60 максимум все по умолчанию все максимально мы можем оставить такие настройки то есть графика ультра фпс 60 кадров в секунду ну что поехали чуть погромче сделаю ультре что Ну и как бы можно играть-то? Я в тот раз в обзоре не ставил ультра настройку, я ставил по умолчанию, что выбрала система, но 60fps также было. Здесь же нет, вот все на максимум, ребят. Тянет, тянет, на максимум тянет, 60fps. Конечно, как долго это продолжаться может я не знаю, но тем не менее 732 при 60 кадрах в секунду при ультрах выдает вот такую плавную картинку. Охренеть, просто. То есть однозначно POCO X3 это игровой смарт за такие деньги. Да, в чем-то они сэкономили, но сам тач чувствительный, частота обновления 120 Гц. Процессор 732. Для этой цены я считаю, что это нормально. Так. Ну и давайте эту же игру, но только уже на OnePlus. Блин, ну и только что была какая-то необразимая дичь, я с третьей попытки только смог войти в игру. Вообще какой-то бред. То есть выкидывало два раза. Да, вот только что это было, ребят. Охренеть. Так, ну что. Также настройки. Давайте посмотрим, что здесь по системе. Итак, здесь стоит ультра уже и 60 FPS. То есть это уже по умолчанию. В общем, вот такие вот дела. Ну что, это очень замечательно. Поехали. Здесь, конечно, все красиво прям. Дисплей, да, дает шанс насладиться игрой. Хотя на POCO тоже хороший дисплей. И на POCO играть чуть-чуть даже поудобней. За счет того, что там дисплей побольше. POCO пошире. Поехали. 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 Гみ Claro. Поехали. я не могу сказать что плохого здесь не было как ни странно они здесь есть и подогрелся так чуть-чуть аппарат оно конечно приятно играть но проскакивает и на раз и здесь лаги хотя по моему виден у кого-то что 865 не так уж и прям вообще безупречен сейчас меня замочит в общем вот так ребят тоже приятно играть на one plus 8 но учитывая между ними цену такой блин больше чем два с половиной раза лучше играть на пока x3 будет дешевле и получите практически тот же самый геймплей единственно что каких-то более мощных игрушках здесь придется скидывать графику нет этот все-таки потянет ну и остается еще у нас такой один пункт который могу вам сейчас рассказать по поводу аккумулятора конечно же пока x3 живет лучше то есть в моем сценарии он легко набирает 77 с половиной то и 8 часов это несмотря на то что я интенсивно им пользуюсь в он плаже при интенсивном использовании набирает пять с половиной шесть часов при этом я не отключаю на 90 герц здесь также включены постоянно 120 герц но очень трудно посадить что один что другой этот практически вообще нам невозможно высадить за день просто устанут и пальцы от игр и глаза хотя здесь и ps конечно глаза не так сильно устанут здесь есть 10 димминг поэтому тоже вечером если будете катать ничего у вас глаза не не заболят но по автономности так конечно же процентов на 30 а то и ну 30 на на нет процентов на 20 все-таки а может быть даже на 30 пока живет подольше заряжаются они так этот час это где-то час 15 час 12 час 10 вот так вот короче по зарядке что один что другой классно но пока все-таки будет поинтересней в плане аккумулятора что в плане камер ребят здесь судить вообще это только вам для себя конечно же я решил который лучше пишет видео какой лучше делает фото но насколько это велика разница ребят тут уже судить вам то есть сейчас будут примеры фото примеры видео ну а вы свою очередь уже сами оценивайте единственное что могу сказать что все-таки звук пишет ван пласт просто вообще на ура очень круто нормально пишет звук пока но чем дальше телефон от вас тем тем хуже естественно становится запись звука за запись звука становится и тиховатая и как это не очень ну не очень чисто ванплассе в этом плане все замечательно итак смотрим примеры фото смотрим примеры видео и уже в чате все это активно обсуждаем ну давайте еще чуть позже я вернусь к вам и еще мы конечно же поговорим об этих аппаратах 1080p 30 кадров в секунду на обоих включен режим усиленной стабилизации но только он каждый называется по-разному а так просто нажимаете сверху клавишу дисплея и все вот он режим усиленной стабилизации посмотрим тоже 4к видео но здесь уже нет возможности включить принудительную стабилизацию хотя стабилизации так работает в чем фишка я не знаю что за принудительная стабилизация тем более все это делается на программном уровне в общем оценивать это дисплей конечно смотришь на обоих аппаратах классная картина что будет когда мы зайдем в темноту сейчас посмотрим да здесь принципе все нормально так а вот здесь уже с контровым светом он пласт получше справляется на полка засвета больше но все равно не критично еще учесть стоимость не разница стоимость этих аппаратов так ну а это уже запись на широкоугольную камеру смотрите тоже смотрите стабилизацию смотрите картинку ну конечно же никакой 4к здесь речь может не может быть 1080p 30 кадров в секунду кстати кстати в комментариях некоторые люди писали о том что у них плохо работает микрофон во время записи видео плохо пишет звук ребят ну не знаю честно говоря но если вы отойдете конечно метра на 2 на 3 от камеры может быть будут какие-то потери но в принципе как для такой цены звук нормально пишется ну сами оценивайте видео для я . ну если вы можете видеть то конечно вы видите на ванплассе угол чуть шире чем на пока но все равно оба классно пишут видео я думаю вам тоже понравится давайте на солнце наведем чуть чуть в общем как то так так ну вот смотрите обычный кадр не широкий угол ну и здесь что мы можем видеть что ванпласс конечно делает картинку порезче то есть контрастнее и за счет этого я думаю что она и смотрится лучше но если не в сравнении а просто смотреть на эту фотографию то пока кстати тоже сделал довольно таки неплохую фоточку посмотрите на небо ничего никаких засветов никаких пересветов тоже нету хотя нет вот в этом вот вот в этом месте есть небольшой пересвет но это все думаю ерунда а это уже широкоугольная камера ну и в принципе смотрите то же самое повторяется за счет того что ванпласс дает более контрастную картинку более резкую картиночка смотрится конечно по предпочтительней но пока очень хорошо делает тоже снимки если взять и учесть цену между ними почти вернее не почти а в 20 и более тысячи рублей то не настолько то это фотка с ванпласса и лучше чем с пока ну а это я уже пытался сделать фотографии в портретном режиме блин за собакой конечно было очень трудно уследить я ее пытался посадить она когда выполняла команда когда нет но вот посмотрите что получилось давайте чуть приблизим ну вот я фокусировался на морде естественно здесь видно что ванпласс все-таки лучше справился потому что он не размыл вот эту часть где нос где губа пока конечно и это все размылил то есть вот эту часть пока размылил ну а насчет заднего фона смотрите кому что больше нравится то есть пока это делает как-то аккуратно нежно ванпласс это просто тупо все херак весь задний фон и обрезает ну тут кому что больше нравится но потому как именно сфокусировались два аппарата и как раз справились с размытием именно заднего фона не самой собаки собаку не надо было вообще размывать мне нравится больше ванпласс хотя цвета окрас мне больше нравится на пока но он не естественный собака более естественно не окрас вот как на ванплассе вот еще очень интересный кадр кормушка подаление рога сделаны но здесь прям явное конечно преимущество ванпласса тут я думаю с этим никто не поспорит странно фокусировался именно на кормушках но вот как-то фокусу пока не туда упал он почему-то не упал вот на эту часть хотя ванпласс сфокусировался вообще правильно и сама картинка получилась ну довольно таки лучше чем на пока давайте еще приблизим посмотрим ну посмотрите как кора получилась на ванплассе в мельчайших деталях все видно здесь же как-то все превратилось в мыло в мыло прошу прощения ну в общем вот так вот в этом кадре прям явный лидер ванпласс ну вот здесь опять я пытался сделать фотографии в портретном режиме и посмотрите у них расстояние разное то есть при съемке в портретном режиме ванпласс кропает и я бы сказал что это лучше смотрится чем на поко ну тут собака сами понимаете что невозможно было заставить ее сидеть одинаково при съемке что на ванпласс что на поко поэтому где-то голову повернуло где-то что-то еще сделало вот но но все равно по-разному размывает фон здесь кому что больше нравится честно говоря мне даже нравится больше как размыт фон на поко ну а конечно сама собака мне больше как получилось нравится на ванплассе и детали посмотрите на шейник детали сохранено больше на ванплассе хотя ванпласс по умолчанию делать у нас делает снимок в 12 мегапикселей а поко 17 ну вот как бы количество мегапикселей не всегда значит лучше это уже фотография против солнца ну обе фотки классные конечно но все равно на ванплассе вот этот пересвет он меньше конечно здесь чуть больше но опять же не столь это прям заметно с первого взгляда что на ванплассе чуть меньше пересвет вот в этом месте ну и опять же за счет того что контрастнее и насыщеннее картинка на ванплассе она смотрится более интересно хотя наверное более естественно на поко ну как то так они фотографируют по большому счету при ярком солнце фотографии будут получаться плюс минус одинаковые особой разницы не заметите только прям в конкретном сравнении ну вот еще прям очень похожие фотографии пытался крону дерева сфотографировать ну и посмотреть практически одинаковые фотографии особенно вот здесь вот в правом нижнем углу здесь и здесь прям идентичные фотки и вы знаете если посмотреть вот в это место на кору то в поко даже детали больше сохранилось чем в ванплассе да эта фотка однозначно лучше получилась на поко вот вам и разница в 20 тысяч рублей а то и больше но опять же таких фотографий будут единичные где поко прям явно будет лучше ну вот еще тоже фотография вроде бы и похоже вроде бы все одинаково но посмотрите как оба телефона по своему передали цвет неба и здесь конечно небо более естественное на ванплассе хотя детали везде одинаковые листва и задняя опора вот это все в принципе и передняя вот эта опора все одинаково но цвет небо все таки более естественный на ванплассе ну а так если не сравнивать то разница вообще никакой не заметите этот снимок я делал на широкоугольную камеру ну и посмотрите на поко лучше фотка получилась более цветастее что ли я бы сказал хотя до этого все фотки были наоборот наоборот поконтрастнее по цветастей на ванплассе но именно эта фотка и посмотрите поручни мостовые тоже более яркие чем на ванплассе и вот эти ванты это вантовый мост тоже более получились четкими чем на ванплассе и пилон вот этот мне кажется даже более детализирование что ли получилось и задняя опора посмотрите вот эта опора раз и вот эта опора тоже больше более лучше получилось на поко в общем смотрите широкоугольные снимочки то на поко получаются классные ну в общем ребят можно сравнивать до бесконечности это но поверьте будет все то же самое то есть днем плюс минус все будет одинаково давай сейчас посмотрим фоточки в ночном режиме но это не городские фотки будут это будут фотки домашние так ну вот фотография при слабом освещении и посмотрите что получилось вот посмотрите мне кажется что на поко даже фотка поинтереснее вышла в ночном режиме то в ночном режиме то это тут бижутерия посмотрите насколько детализировано получилось на поко хотя плюс минус одинаково опять же по цветасти на поко посмотрите глаза у кота красный цвет нос рот как-то более по цветасти на поко вышел ну вот тоже фотография тех же условиях сделаны ну здесь я бы сказал что вон пласт если мы посмотрим на текст вот здесь под иконами то видно что прям текстом четко виден на пока он размыт ну а так в принципе вы видите вагонка цвет вагонки более белый на поко но более естественным все таки на ванплассе а по большому счету практически одинаковые фотографии если так вот не всматриваться в детали ну и последняя фотография это макро режим который вряд ли вообще хоть кто то когда то будет использовать потому что эти камеры по 2 мегапикселя ну сами видите как все насколько все это ущербно выглядит то есть на мониторе смотришь вернее на дисплее смотришь вроде бы классно но как только переносишь изображение на монитор сразу видно что блин разрешение здесь вообще никакущая ну в общем в общем вот так вот макро модуль просто бесполезен лучше бы они его выкинули и был бы намного лучше ну все ребят пишите в коментах кому больше какие фотки понравились вот пока ну вот такой ребят получилось сравнение этих двух аппаратов понимаю что оно конечно затянулось но я пока что по другому не могу да и как по другому быть когда сравниваешь такие два разных телефона здесь в них совершенно все разное единственное что у них более-менее одинаковые это фотографии дневное время суток ну и также в играх ведут они себя плюс-минус одинаково несмотря на то что здесь по баллам в два раза больше отрыв ну и цена у него в два раза больше уходит в отрыв поэтому что могу вам сказать пока естественно будет хит в этом году и к покупке однозначно можно рекомендовать этого красавчика но вот насчет ванплас ребят если есть деньги можете брать можете нет если кто хочет попробовать Oxygen OS конечно берите восьмерку не слушайте того кто говорит что 7t это круто даунгрейн получился по камерам на восьмерке я имею ввиду здесь убрали телевик но ребят мне вообще по большому счету по барабану мне нужна одна камера я не делаю фотографии ни на широкий угол не приближаю некропы мне важно чтобы снимала основная камера так как это дело допустим google пиксель одна камера и решает все проблемы поэтому если есть деньги если есть желание попробовать продукции one plus и Oxygen то берите однажды телефон может быть конечно цене завышен стоил бы он тысяч тридцать пять было бы я думаю самое то но сейчас еще и доллар подскочил поэтому в общем думайте сами решайте сами но пока однозначно покупки я могу всем рекомендовать все всем пока 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 все 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 Продолжение следует...